Друзья, всем привет! Сегодня я решила немного колеса свои постричь и укоренить. Есть такие колеса, которые очень переросли. Вон те. Они длинные-предлинные уже. Все колеса растут у меня в объеме 0,5 литра, кроме вот этого, который растет в 250-миллилитровом стаканчике. Это ажурные чулочки. Сейчас, конечно, никаких ажурных чулочков не видно, просто зеленый лист. Сейчас буду выбирать колеса, которые слишком уже высокие стали, и буду их черенковать и укоренять. Ну вот, я приготовила несколько таких длинноногих колесов. Видите, он какой? Вот в 0,5 литра, чтобы удобно было видно. Вот покажу, какой длины он нарос. Вот у него начинают побеги расти везде, и его пора-пора давно было бы уже обрезать. Чем я сейчас и займусь. Я приготовила уже стаканчики с субстратом. Вот сюда поставила. Буду сейчас черенок брать и укоренять. Я беру, значит, вот этот вот узел, считаю, второй, третий, и вот здесь вот я обрежу. Три узелка оставляю, остальное обрезаю. Вот такой вот длинный черенок мне не нужен. Видите, сколько побегов тут? Кулюсят можно было бы вырастить. Я это все сейчас обрежу и поставлю на укоренение небольшой череночек. Покажу сейчас, когда обрежу. Я вам покажу, какой череночек я поставлю. Я вот так обрезала. Листочки вот эти укоротила, которые слишком лопухастые. Да можно их даже отрезать, потому что вот этого даже достаточно. Вот, вот, вот этого достаточно будет. Очень хороший череночек. Вот узлы какие остаются. Я сейчас их вставить буду. Стаканчики укоренятся. А это вот остается вот такая вот кочерыжка. И теперь у нее начнет расти. Вот видите, два побега. Из каждого узла будет по одному побегу идти. Получается тут два, 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 шесть побегов. Шесть будущих полюсов. Вот такой вот сорт. Я, кстати, вот эти названия, мне кажется, вот это называется какая-то пагода. Названия не очень знаю, они для меня новые. Вот узел второй, третий. И вот здесь вот я буду срезать. Вот случайно срезала листочек. Ну, не страшно. Вот так вот оставляю. А вот этот вот верхушечный череночек у меня будет красивый колюс. Вот я в прошлом году срезала вот так же точно черенки с колюсов. И вот эти вот верхушечные, они были моложе и лучше намного, чем те, которые вот здесь вот остаются. Я, в принципе, их не очень-то люблю подкармливать для наращивания вегетативной массы. Мне же не надо их массово продавать. Я для себя в основном их. Есть желающие, которые хотят купить. Я их могу продать, конечно. А так, в основном, я выращиваю для себя. И у меня смысл такой, чтобы они у меня до весны дожили. До весны дожили, значит, пусть они живут вот в таком вот 0,5 литра, не больше. И я их подкармливаю изредка. Может быть, в месяц раз я их буду подкармливать комплексным удобрением фертика, где 18, 18, 18. А вот, если надо, например, для листовой массы, то там должно быть больше азота. Мне это совершенно не нужно, поэтому я изредка подкармливать буду. Вот эта вот мозаика, я не знаю, как она правильно называется, но так как красиво летом, я поэтому его тоже оставляю, укореняю. Она сейчас не очень красиво выглядит. Летом они вообще все красавцы. А сейчас они у меня такие на вид невзрачные. Не все, конечно, есть очень красивые. Вот этот вот колиус, называется Петерс Вондер, он и летом такой, и сейчас такой. Под подсветку у него листва немножко становится вот свекольного цвета. Это вот у нас еще зеленые, а вообще будет свекольные, если ближе к свету будет тянуться. Вот. Вот есть колиусы, которые очень сильно меняют свой лист на улице. И даже не узнаешь, что это колиус такой, на самом деле, когда покупаешь, например, черенок зимой. А вот, вот, вот он. И это у меня конноред. Он красный, красивый, сочный лист. Ну, не совсем красный, а такой красно-темно-фиолетово-свекольный. Красивый лист. А сейчас он вот стоит такой вот зеленый и свекольный чуть-чуть. Красноты вообще никакой нет. Вот точно так же я с него возьму череночек. Оставляю. И вот эти вот, которые остаются у меня, я их не сильно подкармливаю, которые остаются большие в 0,5 литра. Поэтому говорю, что там наращивается масса не сильно быстро. Вот эти вот побеги, они не сильно быстро наращиваются. Если надо для наращивания побегов, то тогда можно подкормить чем-то таким азотным удобрением. Где больше азота, тогда они быстрее побеги нарастят. Но мне это неинтересно, потому что на полках места им не очень много. Видите, крафлин розе начала побеги, какие снизу. Она вообще считается вот такой вот не слишком высоким растением. Я считаю, по сравнению, например, даже с тем с Петерс Вондер, она больше вшире разрастается. У нее лист практически такой же под подсветкой, как и на улице. Но на улице, конечно, все понасыщенней. Вот я сейчас обрежу. И вот эти побеги, они вот эти вот побеги. Вот видите, один и второй, третий, четвертый. Вот они начнут моментально расти. Четыре колеса еще там может быть. Вот поэтому куда мне их, некуда. Желающие есть купить в нашем городе? Есть желающие купить колесы по весне? Выращивать зимой их никто не хочет. Вот, пожалуйста, красавец селлорфлер. Недавно я видела похожий колес, по-другому называется. Ну, говорят, можно его перепутать с селлорфлером. Вот, не знаю, он это или не он. Но я его называю селлорфлер. Вот такой череночек. Это Тами. Он всегда малышка. Сейчас я вот так сделаю череночек. Надеюсь, вот это вот все начнет у меня быстренько пушиться. Мне хочется из него вырастить Тами пушистый кустик. Вот этот колес, вот этот колес, он на улице, мне кажется, такой же точно у него лист. Я вообще люблю колесы, когда листья, они красивые становятся на улице. Но в то же время хочется и дома выращивать колесы. Вот поэтому есть такие колесы, которые и дома не меняют свой лист. Вот этот на улице совсем по-другому выглядит. Мне кажется, его зовут драгоценный камень. Как я помню, он должен быть какой-то больше такой кирпично-кораллового цвета. Вот такой интересный листочек у него резной. Тут я руками все оберу, потому что боюсь обрезать. Какой-то весь такой лохматенький. Это у меня новый колес. Вот такой вот драгоценный камень. Но хенна, это та еще верзила. Она растает, хенна, хна, как ее называют, нарастает моментально. Поэтому я ее вот так вот под сурепку обрежу. Пусть она там растет. Очень быстро, длинноногая, ужасно. Растет очень быстро. Точно такой же, мне кажется, длинноногий и пеле. Моментально она растет. Поэтому сейчас я его вот так вот обрежу. Вот достаточно вот этого вот. Вот они. Вот такой вот череночек. Но листва у него, конечно, от хны отличается, потому что она такая салатово-зеленая в крапинку. Видите, он какой крапинкой. Но на солнечном прям похоже на крапивку, да? Их не зря называют крапивкой. На настоящем солнце они очень красиво выглядят. Дома они не такие красавцы, чушь там говорить. Для домашнего выращивания подходит несколько колес, но не все. Потому что многие колес меняют свои листья. Вот у меня какой красивый колес появился. Не могу сказать название. Где-то записаны у меня там. Есть. Вот так вот сейчас я его обрежу. И возьму вот такой череночек. Конечно, вот это все листья я уберу. Потому что листовая масса вегетативная сейчас им не нужна. Им нужно укорениться. А листовая масса, она дает только спарение влаги. И я их обязательно, вот эти все колесу, поставлю в грунт, вот в этот свой. Я беру перелит с вермикулитом. И не сказала. И это называется хотемберс, или в переводе горящие угольки. Ну, он тут какой-то коралловый, а на улице он летом красный-красный. Ну, прям угольки. Вот этот вот называется бразильский карнавал. На улице он пушистее, конечно, чем тут. Тоже укореняем. Вот Колиус Электрик Лайм. Он практически свой цвет не меняет. Что на улице, что в квартире. Но вот я заметила, под подсветкой под этой у него, как у пиле, какие-то не крапинки, а какие-то такие свекольные пятнышки появляются. Откуда они такие берутся, непонятно. Тут вот не видно. Ну, что-то вот так вот заметно, видите. Цвет у меня плохой. Какие-то есть в сполохе. Вот там, видите, сколько побегов. Море побегов. Поэтому надо его прищипнуть. А я череночек сниму. Пусть побеги развиваются. Вот он тоже мне нравится тем, что его можно выращивать в квартире. У него не меняет цвет совсем лист. Вот я говорю, что только под подсветкой у меня какой-то он стал свекольный. Вот так я его укорочу. Я помню, как его мне привезли на обмен, мне кажется. Ой, такая была кочерыжка. С какого-то промежуточного побега я вырастила вот такой шикарный. Он такой красавчик будет. Если я его посажу в 2,5 литра, у меня есть технический горшок. Ой, такой красавчик. Ну и куда же без аватарчика. И аватарчик тоже я сейчас обрежу. Вот здесь вот. На третьем узлу. Все-таки аватар очень медленно наращивает свои боковые побеги. Вот сейчас видите, какой он? Ни одного побега нет. Звук. Вот такой вот аватар. Скупой на побеги. Как помню, какой был огроменный у меня аватар на улице в 46 литрах. До сих пор вспоминаю. Это был гигантский аватар. Дерево. Это джилда. Гильда, как ее называют иногда. Тоже красавица. Чем-то похожа на сейлор флор, но лист у нее более такой фистончатый. И не совсем он ровный. Видите, какой весь. Красавица джилда. Вот ее мы тоже. Вот так вот. Получаются вот такие череночки. А вот какой красивый колеус. Тоже название пока не помню. Наизусть не все выучила новенькие. Он и на улице красивый был. И дома под подсветкой, видите, какой у него красивый серединочка. Вот так я его ставлю. А это сейчас укуреню. Вот такой маленький череночек. Вот так вот еще листочек укоротила. Ну, вот столько я кулюсят нарезала. Получилось у меня 6 стаканчиков. Не все я их обрезала, потому что некоторые у меня показались мне не совсем выросли. Попозже обрежу. Череночки сниму. Я их сейчас буду ставить просто под подсветку, не в тепличку, потому что они стоят в таком субстрате, где я наливаю побольше воды. Они у меня тут будут стоять без теплички. Когда я их пересажу в более плодородный грунт, это агробал с перелитом, тогда я ставлю их в тепличку на денька на 2 на 3, потому что им нужна влажность. Ну, я могу ставить не в тепличку, а в ящик и сверху накрывать чуть-чуть пленкой. Ну, капельку, чтобы у них была влажность, чтобы тургор листьев у них был все-таки хороший. Ну, остается ждать дней 5, когда дадут корни, и дня 2 потом в тепличке. Через неделю они уже будут с корнями. А вот покажу результат того, что у меня получилось. Видите, все обрезала, вот это вот все у меня обрезанное, а вот здесь у меня чуть-чуть вот необрезанные колюсы есть, но сразу видно, сколько стало в свободной площади. Почему? Потому что листьев стало меньше, и я их поплотнее поставила. Видите, как получается, если я буду наращивать листовую массу, то у меня будет очень мало площади для того, чтобы ставить другие цветочки. Ну, вот на этой полке у меня умещается спокойно вот где-то 28-29 сортов у меня есть. Я точно не считала. У меня умещается где-то вот столько стаканчиков в 0,5 литра. Не скажу, что они стоят слишком широко, но и не плотно. Вот так я сейчас поставила более плотно, и сюда могу поставить даже другие цветочки какие-то. Очереночки я вот сюда поставила на полочку. Вот эти все 6 стаканчиков, они у меня здесь легко умещаются. Заодно покажу вам свои хризантемки, как они у меня укоренились. Здесь я уже пленочку с них сняла. Некоторые у меня вот так пушатся, а некоторые вот так вот стоят еще кочерыжками. Вот разный темп просто у этих хризантемок. Видите, какие есть некоторые пушистые, а есть некоторые не очень. Вот такие вот разные растения бывают. Там стоят пеларгонии, тут стоят петонии, и тут разные-разные фуксии, пегонии. А тут вот поставила свои колюсы обчекрыжные, все, которые я обстригла. Ну, а на этом все. Всем мира, добра и благополучия. Пока-пока.